И откручиваем гайку плюсового провода со стартера, гайка на 12. Крепление снято, датчик снят, управление снято, трос снят, остается откручивать подрамник. И потом уже откручивать до конца коробку. Сначала выдергивать переводы и откручивать коробку до конца. Ослабляю болты. Болты на подрамнике на 19. Пока отвязывал подрамник, увидел еще у меня трубка гидроусилителя идет по подрамнику. Здесь на защелке стоит, а спереди болт на кронштейне. Головка на 12. Все. Продолжение следует... 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 Третий, заключительный. Отталкиваю гидромуфту к коробке, вот ее толкнул, все, она крутится, всего три болта, откручиваю болт на 14 с этой стороны. Хорошо затянут так. Так же болты сзади. Вот этот вот, он по-моему тоже на 14. Все-таки получается болт на 12. Грязью просто был забит, не залез. Грязь. 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 Вроде бы все должно быть откручено. пробуешь и видеть коробку это на место вернуть еще один болт вот он кронштейн прикручен к коробке на 14 и и и и и даже здесь оставлю болт вернулся назад посмотрел кронштейн все равно придется снимать вот здесь отлив на коробке и он как раз цепляется за кронштейн вот я его открутил так если отвести я сниму ну я решил его полностью открутить два болта на 14 убрать и потом ставить легче будет и снимать легче будет так 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 Снимаю и опускаю ее на землю. Скинул коробку, в принципе даже один справился, никого не звал. А сальник просто выдавило. Сальник просто выдавило, что пошло не так. Вот я его ногтем вытащил. Сальник мягкий. Втулка целая. И опять же забавно, втулка в гидротрансформаторе стоит. Поинтересовался у хозяина, что произошло, как побежал. Он говорит, что перед этим незадолго заменили масло в коробке. И буквально неделя, может быть, две прошла, и побежало масло сначала подкапывать, а потом ручейком побежало. Я полагаю, что ребята, может быть, просто перелили масло. Сейчас сапун попробую, как он вообще дуется вовнутрь. Сапун не забитый, нормально всё. Беру новый сальник, новый сальник оригинальный, MR967673. Он также мог, где-то тоже стоял мог, такой же он родной. Делаю осадник. Сальник довольно-таки плотно встаёт. По размеру взял оправочку. И через оправочку сейчас его осажу. Продолжение следует... Оправка у меня по диаметру чуть больше, чем сальник, поэтому она просто упрётся в торец коробки. Всё, сальник сидит на месте. Ставлю на место агроблок гидротрансформатор. Поворачиваю, чтобы он ссел полностью. Всё, полностью сел. Масло он не вытирал, потому что могло побежать, пока стаял. Так, ну, теперь остаётся ставить на место, потом выравнивать уже по баховику и притягивать. Закидываю на гидростойку и устанавливаю. Большой плюс маленькой коробке можно самому закидывать. Закидываю на гидросту. Закидываю на гидросту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА